Уважаемые телезрители, здравствуйте! Вы смотрите программу «Голос искусства». Экспрессия в танце, экспрессия в движении, экспрессия в жизни. Нашей съемочной группе посчастливилось побывать на отчетном концерте, пожалуй, одного из самых ярких, эмоциональных и запоминающихся танцевальных коллективов Раменского района. Речь идет об образцовом хореографическом коллективе «Экспрессия». Талант воспитанников настолько поразил нас, что мы просто обязаны рассказать вам о тех, кто создает прекрасное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выражение чувств, переживаний, выразительность – это фундамент танцевальных композиций образцового хореографического коллектива «Экспрессия». Эти черты, как пульс, прослеживаются на протяжении всего танца, заставляя сердца зрителей биться в такт, происходящему на сцене. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Художественным руководителем коллектива является Виктория Владимировна Харькова, коренной житель города Раменское. С пяти лет она занималась художественной гимнастикой, в 15 выполнила разряд мастер спорта России, выпускница областного высшего колледжа культуры и искусства, факультет народной танцы, а также окончила мгуки по специальности классический танец. Пришла я на работу в ДК Воровского в 2002 году. И коллектив еще не назывался «Экспресс», а назывался «Джаз Модерн». Ну, как бы по направлению стиля, потому что хотели этим заниматься. А коллективу «Экспрессии» 10 лет было в том году. Почему? Потому что первый раз мы получили звание образцовое и переименовались «Экспрессия». Почему такое название? Ну, вот первое, что пришло в голову, ну, потому что «Экспрессия», потому что вот это такой настрой, потому что энергия. Этим живете? Этим, да, да, да. На сегодняшний день в «Экспрессии» занимается порядка 190 детей. Возрастная категория от 4 до 24 лет. В коллективе царит настолько дружелюбная атмосфера, что с «Экспрессией» взрослые ребята просто не желают прощаться, занимаются даже семьями. Ребята природнились, не хотят уходить. Некоторые даже, ну, часто уже отходят, а так приводили уже своих детей, сами выступали. Ребенок младшей группы, мама старшей. То есть просто, да, не хотят уходить. Ну, я думаю, что большую роль играет танец, потому что дети развиваются разносторонне в танце. Это и логическое мышление, и ориентирование в пространстве, это и эмоциональные какие-то. То есть учим, как, ну, правильно, неправильно, там, да, с нашей позиции. То есть, конечно же, и когда, прежде чем поставить номер, и рассказываешь детям, слушаешь, что они об этом думают. Конечно, очень большую роль играет танец в их развитии. В группу «Экспрессия» у меня ходят сразу две дочери. Одной 6, другой 9 лет. Одна занимается у Марии Германовны уже второй год, а вторая занимается у Виктории Владимировны. Дети с таким удовольствием ходят на занятия. Вот настолько я вот смотрю по старшей. Она, называется, живет танцем. Она, вот для нее стимул ходить сюда. Внимание! Первый А на припитку! Если говорить о направлении танцевальных композиций экспрессии, остается неизменным классический танец, партерная гимнастика, акробатика. При этом абсолютно очевиден переход в сторону современной хореографии. Джаз модерна, контемпорария. Музыка. 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 Как самостоятельный танец, джаз модерн сформировался в начале 20 века. Его создателями и преданными сторонниками стали танцоры, изначально обладавшие отменной классической подготовкой, но восставшие против жестких канонов и порицания всего нового в танце. А найти для сдержанного аристократического балета что-то более противоположное, чем народные мотивы джаза, согласитесь, сложно. Сам по себе этот стиль эмоциональный, свободный и вместе с тем вдумчивый. Каждое движение несет смысл и используется хореографом осознанно, чтобы передать ту эмоцию, то состояние, которое танцовщик испытывает здесь и сейчас. Жизнь начинается с первого удара сердца. А с чего начинается танец? Вы скажете, с первых неловких шагов? С первых не смелых движений? Нет. Танец начинается с сердцепиения, обжигающего, волнующего, завораживающего. Танец – это вкус, это дыхание, танец – это жизнь. Со временем джаз-модерн обрел свои каноны и техники обучения. А стремящиеся к свободе танцевальные души продолжают требовать абсолютного раскрепощения и отсутствия любых рамок. Больше эмоций, меньше классики, экспериментальное звуковое сопровождение, заимствование элементов и техник у множества ультрасовременных танцевальных стилей. И как когда-то из классической хореографии появился джаз-модерн, так из него, в свою очередь, рождается контемпорария. Эмоциональность и свобода современных направлений близка танцорам экспрессии, а неорганично вплетаются в эти жанры. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Воспитанники коллектива удивляют зрелища. Необычными, экспрессивными танцами, нестандартными постановками, выражая свои эмоции, чувства и переживания посредством танца, через пластичные движения, свораживающие звуки музыки и яркие костюмы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Художественная постановка номеров и разработка ярких костюмов в основном ложится на плечи Виктории Харьковой, хотя не обходится и без помощи ее коллег. Ассистента балетместера Неспановой Марии и Ольги Пальчиковой, которые работают с детьми младшего возраста. На постановку одного танца с момента его задумки уходят месяцы кропотливой, изнурительной работы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Может и год уходить. То есть смотря какая постановка, смотря что передается. Ну, вообще в среднем месяца три. А обкатывается номер год. То есть через год это готовый номер, который конкурсный, и можно действительно соревноваться и выигрывать. Ну, вот, например, в этом году у нас очень... Мы получили гран-при на фестивале в Сочи. Потом сейчас выиграли старшая группа областной конкурс. Что-то тоже очень маловажно в Можайске. Очень наша большая победа. Ну, и многочисленные лауреаты первой степени. Мы ездим в Белоруссию, Болгарию, по всей России. Всю Россию уже объездили. Вот, и детишек возим. Вот группа от восьми лет уже выездные. Такие рабочие группы. У нас преподаватель Мария Германовна. Очень замечательно. Девочки ее очень любят. На занятиях они беспрекословно выполняют все, что она от них требует. Ну, и к выступлениям готовимся и с детьми, и мамой вместе. Ну, какая-то такая обстановка непринужденная вроде. И дети в пределе. Какие изменения видите в своем ребенке за годы обучения? Ой, ну изменения, конечно, есть. Дети привыкают к сцене. Меньше боятся выступать перед зрителем. Более раскрепощенные. Ну, и для девочки очень важно быть гармоничной, развивать таланты. Репетируем дома, перед зеркалом, перед родителями. Ну, вот перед выходом на сцену, конечно, дети очень волнуются, переживают, что уже сегодня. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Вы знаете, это так получилось спонтанно. Мы просто занимаемся еще здесь, в одном коллективе. И решили пойти именно на танцы в экспрессию. Нам очень нравятся движения. Нам нравится пластика, которой занимаются девочки. Они все такие стройненькие, худенькие. Во-первых, артистизм, это естественно, да. Потом она действительно и повзрослела даже, поумнела. И движения стали такие плавные, красивые. И фигурка так, знаете, вырисовывается. Мне кажется, это все заслуга нашего педагога. Ну, чего вы, наверное, это? С 2013 года коллектив «Экспрессия» активно участвует в конкурсах и фестивалях всероссийского и международного масштаба, занимая призовые места. Это стало возможным благодаря постоянному росту уровня мастерства коллектива и интересной художественной составляющей исполняемых танцевальных композиций. Постановки очень интересные. С учетом того, что мы ездили и с Викторией Владимировной на фестиваль в Сочи, можно было судить и другие группы, посмотреть, кто как танцует. Все танцы очень самобытные. То есть очень много разных постановок. Они все разные и интересные. Ну, даже удивляемся, как столько всего может приходить в голову, столько всяких замечательных идей. И мы верим в то, что у нас еще будет очень много замечательных танцев и работы над этими танцами с нашими педагогами. КОНЕЦ От изящных пластичных танцевальных композиций до заводных и чрезвычайно энергичных. Образцовываемого танцевальному коллективу «Экспресси» под силу воплотить самые разнообразные фантазии. Они всегда готовы идти на эксперименты. КОНЕЦ КОНЕЦ Мы стараемся дать просто школу детям и номера ставить по возрасту, чтобы детям они нравились, чтобы дети передавали на сцене именно то, что им нравится, тем, чем они живут. За 16 лет работы Виктории Харьковой с танцевальным коллективом удалось достичь многих побед. Одна из первых и важных высот, взятой «Экспрессией» в 2007 году, стало присвоение коллективу звания «Образцовый», которое успешно подтверждается каждые три года. Каждый год мы шагаем, большие делаем шаги вперед. Я вижу, и этому очень рада, что уровень коллектива растет, коллектив развивается. Но будем стараться и дальше следовать этому. Ну вот в следующем году нас как раз ожидает, это у нас подтверждение звания, будем готовиться весь год к этому. То есть это очень важно, конечно. Желаем вам удачи. Спасибо. Мы хотим сказать огромное спасибо за вашу доброту и тепло, которое вы нам отдаете, за вашу внимательность и искренность. Мы знаем, что вы так же сильно волнуетесь за нас и переживаете даже больше, чем мы сами на наших концертах и выступлениях. То, что вы делаете каждый день, это огромный труд. Вы вкладываете в нас только силы и энергии, и поверьте, это не проходит даром. Спасибо вам большое. Вот сейчас тот концерт, который прошел, это показатель нашего профессионализма, нашей подготовки, которая есть только благодаря вам. Огромное вам спасибо от всего нашего огромного коллектива. Продолжение следует... Модный приговор, письмо, танец цветов, прикольно и другие яркие танцевальные композиции. Сейчас, сидя в зале, наблюдая за этой феерией, легкостью движений, не задумываешься о том, сколько было вложено в них труда. Сколько раз нужно было тренироваться на пределе своих возможностей, превозмогая усталость. Для многих воспитанников экспрессия – это сама жизнь, воздух, без которого тяжело дышать. И в этом заслуга ее наставника Виктории Харьковой и ее верных помощников, которые способны раскрыть творческий потенциал в каждом, чье сердце навсегда отдано танцу. Наши замечательные педагоги помогают детям проявить и раскрыть себя. Ну а мы дарим вам добро, любовь, чтобы мир стал ярче и краше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!